Цены Нургла Напоминаю вам, что дальний эпизод произведён благодаря доблести жрителей стрим-канала. Меня зовут Шон. За счёт их щедрости вы можете наслаждаться новыми эпизодами Либрариума. У нас нет рекламы, платного доступа, премиум подписок, патреоны, прочих странах, пейволов. Весь контент, который вы смотрите, вы можете смотреть абсолютно бесплатно. Однако рабочее время моей банды оплачивают слуги Нургла на стримах. Если вам не всё равно и хотите поблагодарить и поддержать производство любимого контента, вы всегда можете отправить свои подношения сюда. Отдельная благодарность всем активным Нурглингам, которые ставят лайки под видео и пишут комментарии. Спасибо всем, кто поддержал производство этого и всех прочих выпусков шоу. До встречи! Вот и выходит, что образцовые гвардейцы Астромилитарум — это огрины! Факт номер один. Огрины хорошие. Как известно, каждому человеку люди — самая продвинутая, самая могущественная, самая умная и самая влиятельная раса в галактике. Но среди трудолюбивых покорителей космоса бывают, как бы это сказать, чересчур яркие личности. В засранных глубинах планет Ульев и прочих весёлых местах встречаются такие хомо-сапиенсы, глядя на которых думаешь «это ни разу не хомо». Но давайте оставим мутантов-нелегалов жарким заботам Инквизиции, а сами обратим взгляд на легальных — Абхуманов. Или как их ещё называют — Абхьюманов. Иными словами, недолюдей. Абхьюман вроде тоже как человек. Империум признаёт целых 73 ветви Абхьюманов. 46 из них благополучно вымерли, ещё 12, возможно, тоже. Лишь 15 живут и здравствуют по сей день. Среди них числятся и огрины. Учёные-мужи сломали немало копий языков в попытке классифицировать их. Пока договорились о том, что это здоровенные жлобы ростом 2,5-3 метра, которые обладают ебическими размерами и ебической же тупизной. Но, как известно, истинный слуга Золотого Трона должен пахать как лошадь и мачить кого скажут. А остальное неважно. А потому огрины хорошие. Факт номер два. Огрины сильные. Где же водятся такие няшки, спросите вы? В основном на планетах, на которых нет ни хрена полезного. Жизнь тяжелая и беспросветна, а гравитация намного выше земной. В таких условиях главным фактором выживания становится физическая сила, даже в ущерб всему остальному. Там надо много мышц, чтобы просто, блядь, ходить. Желательно не только под себя, а вообще. А теперь представьте, какого размера на этой планете будут хищники и растения. Да, блядь, обычный сука-кролик на такой планете будет огромным и свирепым. И как на такую херню охотиться, когда у тебя нет мышц? Если на таких планетах и живут люди нормальных размеров, это, вероятно, чиновники и рабочие, занятые сбором имперской десятины и прочей общественно полезной деятельностью. При нормальной гравитации сдревяки-огрины показывают настоящую магию бицухи. Их предками, скорее всего, были древние колонисты, которые деградировали до полного убожества. Их тупые потомки сбиваются в племена и шляются по остаткам былого величия. Огромные тела и вялые мозги не позволяют им пользоваться технологическими чудесами предков, даже если те еще не превратились в кучку ржавчины. Но, к счастью, в Империуме есть контора, в которой принцип «сила есть, ума не надо» иногда очень кстати. Эта контора «Астромилитарум», и туда Огринов берут с большим удовольствием. Факт номер три. Огрины полезные. Представьте себе сказочного Илью Муромца, который почему-то еще и сказочный долбоеб с лицом алкаша-деграданта. Стоит себе такой детинушка, ковыряет в носу пальцем толщиной в четыре сардельки, а по команде звереет и начинает ебашить врагов, как думгай на спидах. Идеальный солдат, не так ли? Булгрины как дети, наивные и навыжные, поэтому по-детски преданы Императору. Помните чувства, которые вы испытывали, когда ребенком впервые зашли в храм? Вот, Огринов при упоминании Императора пронимает так каждый раз. Теперь представьте, что таких бойцов у вас рота. Вы говорите им, что сегодня у доброго дяди Императора, который живет на небе, день рождения. Надо сделать ему подарок. Пойти вон туда и поломать всех плохих дядь. Огрины очень любят Императора и не хотят его огорчать. Поэтому они бегут в указанном направлении и скоро в воздухе начинают летать оторванные конечности и, может быть, даже кушки бронетехники. Ах, еще один продуктивный день во имя Золотого Трона. Милашки Огрины увлекаются процессом и поэтому вскоре забывают, что дубины, которые они ебошат врагов, вообще-то умеют стрелять. Это не проблема. Разгоряченный Огрин живучий, рвет в ближнем бою даже предателя Астартес как тузик тряпку. А любое огринское оружие всегда по этой причине делают очень и очень прочным. Визитной карточкой отрядов Огринов на имперской службе являются потрошители. Эти автоматические дробовики на короткой дистанции превращаются в настоящее оружие победы. В них, правда, приходится встраивать ограничители скорострельности, иначе обхьюманы с восторгом расстреляют весь боезапас еще до начала сражения. После этого потрошителям остается только взять и уебать, чем Огрины радостно и займутся. Популярностью пользуются также массивные орудия ближнего боя, к примеру, секиры, молоты и палицы. Существуют даже подразделения так называемых булгринов. Эти, одетые в тяжелые панцирные доспехи Огрины, вооружены ручными гранатометами, силовыми палицами и экипированы толстыми щитами. Ну как с щитами? Обычно это всякие двери от бронебункеров и прочая херня, которую обычный человек даже поднять не сможет. И при этом такой щит в передней проекции дает защиту, сравнимую с терминаторской броней. И нет, я сейчас не шучу. Обученные булгарины умеют создавать стену из таких щитов и рефлекторно делают это при малейших признаках опасности. Что может стать проблемой, если, к примеру, эти славные воины сидят в переполненной траншее. Впрочем, гвардейцы радостно прощают им такие мелочи, потому что за стеной огринских щитов их достанет разве что бронебойный снаряд из танка. А вот враги получат дождь из гранат еще прежде, чем булгарины забьют их до состояния кетчупа. Великанов обхьюманов легко сбить с толку, поэтому им подходят простые приказы типа «стой там, беги сюда, ебашь это». Но недостаток умственных способностей огринов слегка и компенсируется их послушным нравом и собачьей преданностью. Впрочем, имперская медицина способна возвысить полного дебила до просто недалекого дурачка. Факт номер пять. Огрины тупые. Если нужно докрутить перспективному Огрину интеллект, ему устанавливают специальную систему БОУН. Эта аббревиатура по-нашему означает «кость», а поэтому носители БОУН называются костеглавами, то есть БОУНЕТС. Биомеханический имплант делает недочеловека своего рода интеллектуалом. Многие из них могут написать свои имена, считают на пальцах или даже император милостливый, осваивают тактику посложнее, чем крушить все, что они видят. Такие выдающиеся интеллектуальные способности поднимают костеглава на недосягаемую для других Огринов высоту. Тупорылые собратья слушаются его во всем, ведь такой видный специалист наверняка лучше знает, что и как делать. Костеглав не только мозг, но и командир своего отряда. Он еще управляется с оружием, кстати, получше подчиненных. Хотя фирменную Огринскую неуклюжесть до конца не вытравить уже ничем. Имплант БОУН выглядит как внебрачный сын пыточного инструмента, мотка проводов и спизженной болгарки, который продает бомбс на вокзале. Однако на самом деле это довольно продвинутое устройство. Оно еще и ударопрочное, что особенно полезно в случае Огринов, ведь они часто ловят самые разнообразные пиздюлины. Ну, грим-дарк хули вы хотели. Факт номер 6. Огрины свирепые. Местные кавказцы-борцухи среди Огринов зовутся булварки, они же оплоты. Все булварки без исключения обожают разъебать противника в мясо. И нет, красные макосины и кепки FBI они не носят при этом. Такому бойцу даже дробовик не нужен. То ли дело большая дубина у ебу. Тактика применения оплотов проста. Их сгоняют в отряды и показывают, где враги. Но в разных подразделениях гвардии к самоубийственной ярости булварка могут относиться по-разному. Мордианцы или кадианцы больше всего уважают дисциплины и могут посадить нетерпеливого амбала на гауптвахту. А катачанцы считают эффективного Огрину своим корешем. Абхьюманы ценят такое отношение и с братуху могут порвать любого. Вообще отношения между Огрином и его помощником-человеком крепче некуда. А если Огрин стреляет на уровне среднего гвардейца, значит он Огрин-снайпер небывалой крутизны. Но есть на свете Огрины, которые дико радуются самому факту стрельбы. Им ни почем такие неповоротливые дуры, как тяжелый болтер или мультилазер. Знакомьтесь, перед вами ганлагеры. Им дичайше похуй на вражескую стрельбу. Картина маслом. Дебильно ржущие Огрины садят в белый свет, как в копеечку. Швыряют гранаты и бомбы, дым стоит коромыслом, гильзы звенят, люди орут. Император ласково улыбается. Ну а более религиозные полки, например, таларнцы или макабийские дженнисары, ценят Огринов за верность имперскому кредо. Здесь ганлагеру стараются выделить пушку получше, и такая забота окупается с лихвой. Трогательно смотреть, как настолько разные в размерах и интеллекте люди поддерживают друг друга среди бесконечной войны. Факт номер семь. Огрины особенные. То, что эти абхьюманы тупые, как пробка, мы уже выяснили. Ещё они боятся замкнутых пространств, таких как БТР Химера. И чтобы просто перевести Огринов куда надо, приходится заманивать их в транспортное отделение сухпайками. Ну, знаете, как собаку. Героическому гвардейцу, который выполняет это задание, приходится, ой, как несладко. Дело в том, что гигиена — это не про Огринов. И вот солдат едет к месту назначения, зажатый посреди смердящих великанов, которые, сука, ежесекундно блюют, потому что их укачивает. Добро пожаловать в плацкарт-вагон «Москва-Ташкент». И представьте, каково это — пару месяцев лететь с подразделением Огринов через Варп. В тесноте корабля и так пахнет, скажем прямо, не Шанелью номер пять. Но вдыхать аромат Огринов неделями — это запредельный пиздец. А глупость Огринов означает, что им постоянно нужны обычные помощники-люди, которые ухаживали бы за их оружием и бронёй, кормили, да и просто говорили, что делать дальше. Присматривать за ними обычно назначают крепких ребят. Другие в их обществе просто долго не протянут. Но иметь другу Огрина не так уж и плохо. Если относиться к нему по-человечески, он станет чем-то вроде верной собаки, только в три-четыре центнера весом и с дробовиком. Эх, бля, мне бы такую собаку. Добравшись до мордобоя, Огрины не замечают вокруг ничего. Даже более сообразительные из них думают примерно так. Без проблем. Мы покажали этим тощим Эльдаром, что почём. За мной, парни, сказал я. И мы пойдём туда и похороним их прямо в логовах. Всё будет ништяк. Всё ништяк с укрытиями, там их не было. Всё ништяк с выбором времени. Мы с парнями зашли туда первыми. Просто как два пальца это. Огрин сержант Грагсук. Единственный выживший из своего взвода. Зато, как мы помним, стоит сказать, что император чего-то хочет, как недалёкие громилы тут же бегут выполнять приказ. Главное, говорите им попроще, ладно? Факт номер восемь. Огрины древние. Человечество научилось использовать Огринов много тысяч лет тому назад. Во времена Великого Крестового Похода и Ереси Хоруса из этих великанов делали так называемых хронитов. Их превращали в боевых киборгов, которых одним нажатием кнопки можно было ввергнуть в кровавое безумие. Руки Огринов-хронитов заменяли на металлические когти, рвущие броню как бумагу. Хрониты — идеальные штурмовики и расходное мясо для абордажа. Неудивительно, что когда Хорус поднял восстание против императора, поставки хронитов для Аукзилии Солар серьёзно увеличились. Военные бросали Огринов против десантников Хоруса и жутких машин-предателей Механикум. Причём, местами довольно эффективно. Некоторые поговаривают, что хронитов создавали с помощью технологических достижений ксеносов. Так ли это, не ясно. Однако слуги Амнисии объявили эти процедуры нечестивыми и больше лоялисты подобных солдат не делают. Впрочем, ничто не мешает сотворить Огрина-сервитора, как поступают, например, на Некромунде. Такая биомашина может работать, как целая трудовая бригада, а в бою ей лучше дорогу не переходить. Сервитор Огрин модели Йотун не оставит от вас и мокрого места. Да, даже если вы Астартес. И особенно, если у вас на шлеме дебильные крылья от летучей мыши. Факт номер девять. Огрины упоротые. Само собой, таких полезных слуг не обошли вниманием и хаоситы. Во время осады враг, сейретики использовали Огринов-берсеркеров, лоботомированных, накачанных боевыми наркотиками и вооруженных, чем придется. Огрин-берсеркер живуч, как танк. Он не чувствует боли, не рассуждает, да, даже по меркам Огринов, одинаково истязает себя и врагов. Наркотическое помешательство и галлюцинации гонит его вперед, наверное, смерть. Подобная доза химикатов — это слишком даже по обхюманским меркам. Если бы гвардейцы Скрига ценой больших потерь не истребили этих марионеток хаоса, те неизбежно бы передохли от передоза. Дедушка Нургл тоже любит Огринов и угощает их вкусными болезнями. На выходе получается чумной Огрин. Распухшая тварь, которую почти невозможно убить. Даже обычное прикосновение его несет гибель. Аналитики Орда Малиус думают, что первых чумных Огринов создала варбанда предателей Астартес, известная как Зараженные Сфракса. Со времен той кампании задорные грязнули Нургла усовершенствовали своих подопечных и поставляют их другим варбандам в обмен на свежих подопытных. Иногда среди этих великанов попадаются и настоящие самородки. Таков и знаменитый Нург Деддог, телохранитель полковника Грейса из Старого Катачанского. Нург родился настолько гениальным, ну, для Огрина, конечно, что умел считать до четырех, писать первую букву своего имени и даже говорить короткими, но связанными предложениями. Все это еще до установки мозгового импланта Боун, прикиньте. Ясен хрен такого уникального кадра пригрело командование полка. Деддог не раз спасал своему начальнику жизнь. Однажды раненый полковник приказал телохранителю принести аптечку из-под битвы БТРа, и охрененно сообразительный Нург притащил весь БТР, в котором находилась аптечка. Как-то раз орочий варбос, углург Гитсмэша и его нобы взяли штурмом командирский блиндаж. Тогда Нург один раз уебал главаря с головы, да так сильно, что варбос на месте отъехал прямо к горку, или морку, хер этих ксеносов разберет. Остальные орки дали по съебкам. Ладно, хватит военных побосенок. Вы просто зацените речь этого выдающегося Огрина по случаю очередного награждения и оцените красоту его мыслей. Сержант-майор спросил, в чем моя работа. Я сказал, что, ну, это, делать то, что велено. Он сказал, что я гений и дал мне еще одну медаль. Мне нравится в имперской гвардии. Глупцы толкуют, что Огрины просто тупые мутанты и недочеловеки. Но многие ветераны астромилитарум, которым довелось делить с Огринами тяготы и лишение военной службы, знают этим обхьюманам настоящую цену. Цену, оплаченную кровью. А кровь, как известно, валюта императора. И в этой валюте преданность боевого товарища, который не струсит, не бросит и не предаст, вероятно, стоит дороже всего на свете. Ну, че расселись? Берите пайки, пора Огринов в химеры загонять. Так, ну и лайк по-быстрому поставили. Все, спасибо, свободны. Субтитры создавал DimaTorzok